Если есть возможность взять такие часы, ребят, берите, потому что они кайфовые. Всем привет, меня зовут Илья, вы на канале Зверьё. Рутюб, Ютюб, Вконтакте, Дзен, Телега, все ссылки в описании. Всем привет. Итак, да, я буду хвалить эти часы. Из минусов здесь, наверное, только можно выделить, что зарядка с обычным USB, а не с Type-C. Она магнитная. Во всем остальном это потрясающие смарт-часы. По которым можно звонить, по которым можно отвечать на сообщения. То есть тебе мессенджеры присылают сообщения. Ты можешь ответить заранее заготовленными ответами, эмоциями и также на клавиатуре напечатать свой ответ. По ним можно звонить, принимать звонки. Они умеют работать с GPS в офлайн режиме. Закачал карту местности, которая тебе нужна. Пошел-поехал, занялся спортом, уехал на велосипеде куда-нибудь. Посмотрел свой маршрут, пульс, нагрузка, аэробную нагрузку. При этом у тебя как бы голосовой стен здесь будет все это дело озвучивать. Очень классно работает. Уехал куда-то, поставил маршрут, чтобы вернуться по прямой точке, либо по маршруту. Навигацию проложат, покажут. Это прям все в часах без телефона работает, ребят, оффлайн. Да, держат они до 14 дней, но это в режиме часов. В обычном использовании где-то дней 5-7. Короче, прям Huawei, я аплодирую вам. Вы сделали реально потрясающие часы, которые я бы носил всегда. А теперь давайте поподробнее про них расскажу, присаживайся поудобнее. Итак, продаются в такой упаковке. Бывают у нас версии, знаешь, Huawei Watch GT 5 и есть GT 5 Pro. В Pro версии у нас будет кнопка с электродом, то есть мы можем делать ЭКГ замерять. В обычном GT этого сделать нельзя. Там корпус у нас титановый будет и плюс там еще керамика есть. Здесь же мы получаем две версии часов. Первый это маленький на 41 мм и на 46 мм. В Pro версии у нас корпус из титанового сплава, но и плюс есть еще и керамическая версия. Обычные Watch GT 5 бывают двух размеров. Маленький на 41 мм, и я бы сказал, что, наверное, для мужской руки 41 мм не подойдет. Нужно брать 46 стабильно. Девушкам можно брать 41 и 46, но, ребят, 41 будет реально маленький. 46 вообще просто идеально. А в Pro версии можно будет выбрать на 42 мм, там в том числе керамику можно взять, беленькую, красиво. И 46 мм, там титановый сплав. Здесь же у нас корпус нержавеющая сталь и классный ремешок в комплекте. Он силиконовый, но такое ощущение, что здесь он, знаешь, как будто тканевый. Здесь вот это все дело, это силикон и прошито ниточкой. Выглядит просто потрясающе. Вот в этом голубом цвете, ребят, я просто влюбился в это. Посмотрите, насколько прикольно сделан безель с белым, темно-синим и голубенькой вставкой. Как они сочетаются с этим ремешком. Как сочетается с Face Watch, с циферблатом. Вообще просто бомбезно. Ремешки меняются довольно-таки просто. Здесь одна кнопочка, нажал, снял. Соответственно, захотел, можно купить и металлические, можно купить какие-то другие цвета и так далее. Все это быстро меняется. Быстро еще по корпусу. Но понятно, что у нас защищенное стекло. Сбоку находится колесико, которое у нас умеет нажиматься и, соответственно, крутиться для выбора каких-то режимов. Снизу находится клавиша. Изначально она сделана на активацию функции Sport. Также ее можно переназначить на любую другую функцию. Совершенно потрясающий экран, который и в солнечную погоду читается. Сзади у нас датчики. Есть динамик. Кстати, очень громкий. И от этого я тоже кайфанул. Потому что, когда, к примеру, ты на тренировке едешь, в том числе на велосипеде, у тебя работает упражнение езда на велосипеде. Часы тебе сами рассказывают очень приятным, прикольным голосом про твои нагрузки, про то, сколько ты проехал, какая средняя скорость и так далее. Очень детально все здесь показывается, отслеживается. И, скажем так, всегда говорил, что умные часы Huawei плюс вот это приложение Huawei Health ходят в топ-3, по моему мнению, самых лучших, не знаю, часов приложения и так далее. Вот. Я не скажу, что занимает там первое, второе или третье место. Вот именно в топ-3. То есть, это реально те часы, от которых ты реально кайфанулешь, будешь с наслаждением пользоваться. Здесь сделано все по уму. Вообще не пахнет никакой китайщиной. Все очень круто, прям, прям, очень все быстро и кайфово. Что у нас изменилось по сравнению с GT4? Что здесь мы нового получаем? Здесь появилась такая система у нас TrueSense, то есть там типа 6 показателей, они автоматически все отслеживаются. Быстрый и точный мониторинг твоих физических показателей здоровья. Появилась система геопозиционирования Huawei Sunflower Position System. Это реально классные часы, по которым можно в случае чего воспользоваться навигацией и даже использовать как, не повысить этого слова, велокомпьютер. Если ты снимаешь ремешки, крепишь на себе руль и здесь вполне себе заменяет велокомпьютер. В том числе и с навигацией. Появилась новая фишка здесь, называется эмоции. Работает все в автоматическом режиме. То есть ты когда носишь часы, они сканируют пульс, кислород в крови, уровень стресса. Вообще что ты делаешь? Потом тебе выставляют график, что смотри, сейчас у тебя, например, там позитивные эмоции. Или когда тебе совсем хреново, то, соответственно, все это здесь будет отслеживаться. Потом можно посмотреть в самих часах, либо на приложении. Добавили здесь также по GPS навигация по отрезкам во время кроссового бега. Как уже говорил, обратный маршрут есть. Для бегунов добавили отслеживание техники бега, точнее даже анализ техники бега это называется. Все, что касается каких-то, знаешь, улучшений твоей спортивной формы, напоминаний, к примеру, насколько ты восстановился и так далее, здесь все есть. По бегу, по велику, но я больше, наверное, здесь все-таки на велике это дело тестировал, кайфанул. Добавилась такая тема, еще называется, как эскиз маршрута. То есть ты можешь пробежаться в форме рыбки, типа того. Для чего это сделано? Ну, когда ты в какой-то новой местности оказываешься, не знаю, хочешь побегать в городе, не знаю, в Долгопрудном, да, приехал, пробежал по маршруту в виде, не знаю, звездочки. Тем самым посмотрел там какие-то интересные места. Короче, будет показывать твой эскиз маршрута, который ты прошел, проехал. Итак, ребят, честный отзыв. Вот из минусов, что бы вот даже притянуто за уши здесь было за три дня использования этих часов, я не знаю. Понимаешь, здесь все нормально. Я не нашел реально никаких минусов. Возможно, если ими пользоваться там год, какое-то, знаешь, малейшее неудобство, может, в какой-то программе или чего-то ты найдешь, здесь все по кайфу. Реально, тебе не нужно их каждый день заряжать. Это большая победа. Я сейчас буду хвалить, да, потому что заявлено там 9 дней в обычном режиме до 14, типа, в экономном режиме. Но даже если у тебя часы будут держать там даже 5 дней, это просто кайф. Я вот их зарядил. Смотри, сейчас 74%. У меня сегодня за полдня только на 1% часы, как бы, серия. С учетом того, что цветной экран, они подключены по Bluetooth, показываются уведомления. Я вчера ездил 2 часа на велике с GPS-ом, с отслеживанием. Полностью здесь включено отслеживание пульса all the time. Вау. Ну, реально классно. Очень прикольно сделали. По крайней мере, на этом циферблате. И вообще, часы это умеют. Значит, у нас датчик высоты. Даже когда в лифте едешь, будет тебе прям по метру считать, потому что, ну, типа, часы это чувствуют. Также давление. Пожалуйста, это тоже здесь есть. Ну, а так, это идеальные часы, потому что ты вот такие купишь, все, тебе вопрос закрыт. Звони, пиши, отвечай полностью, все адекватно, отслеживай тренировки. Плюс запускай тренировки даже, не просто, знаешь, там, бег или велосипед, а ты можешь запустить как бы, ну, как тренера, да. То есть, запустил программу, тебе будет подсказывать, что конкретно делать. Сидишь за компом, а не чувствуешь, что долго сидишь, тебе скажут, типа, давай, вставай, пойдем, нужно доделать, типа, кружки свои. По меню, что мне здесь понравилось, что нажимаешь, у тебя, значит, могут быть маленькие значки, но всегда очень сложно иногда понимать, что это за вообще менюшки такие. Да, в операционке сделали удобно, ты еще можешь приблизить, и у тебя будут все те же самые значки с надписями. То есть, показан эскиз маршрута, будь Динексон, будь в форме, это круто. Это реально кайф. Все, что касается перемещения по меню, вообще адекватности, ну, пример, там, частоты обновления экрана, все кайф. И также еще раз повторюсь, что оффлайн-карту закачал, ну, через проложение, отправился куда-то, бац, включил обратный маршрут. Да, 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 за грибань пошел, да, можно даже телефон на тебя сел, часы работают. Куда-то ушел в лес, вернуться обратно, нажал по прямой, через лес дошел. Все, вопрос решен. Я уже про спорт не говорю. Давайте по поводу приложения, потому что, возможно, кто-то из вас еще не знает, как это работает, потому что народ смотрит еще обзоры, только те, кто хотят, возможно, эти часы купить в роли своих первых. давайте покажу значит приложение huawei health здоровье здесь у нас главный экран здесь мы можем видеть прогресс наш в течение дня то есть вчера сколько было и так далее сколько мы закрывали также есть отслеживание сна вот так вот это выглядит то есть у нас глубокие средние там поверхностный сон пробуждение качество сна оценивает плюс можно записывать как бы звук твоего сна но сажаться батарейка будет конечно значительным тоже работает микрофон в часах и они будут слушать как ты дышишь и плюс конечно есть всевозможные напоминалки которые тебя будут предупрежать что типа чувак у тебя есть какие-то проблемы то же самое и с аритмией сердцем и все что касается сна можно записывать и вес кислород в крови температуру кожи да здесь есть датчик температуры соответственно здесь же у нас значит можно запустить через приложение всевозможные тренировки есть тип как личные тренера здесь курсы упражнений само устройство заходим сюда циферблаты можно скачать бесплатно можно какие-то крутые купить за денежки заходим смотрим выбираем пожалуйста скачиваем но здесь даже стандартные циферблаты очень крутые настройка полностью уведомление конкретно по каждой программе хочешь показывать не хочешь можно закачать сюда музыку прям в часы то есть автономно без телефона пошел в спортзал наушники подключил по bluetooth к часам ставил слушаешь на музыку с часов также здесь довольно таки громкий динамик то есть не просто там громкий он как маленькая колонка очень хорошо звучит там все без лишних слов закачка оффлайн карт здесь здесь мониторный показатель здоровья анализ пульсовой волны и аритмии настройка быстрых ответов ну и обновление по таким образом здесь у нас выглядит наше приложение ну по итогу итогов меня нет я вам так течение ролика все сказал что они меня очень понравились я такими на постоянке пользовался то есть у меня ставил выбор купить часы чтобы они полностью закрывали типа вообще все потребности к достойный вариант ребят вот прям советую watch gt5 ну я уж про про не говорю так что берите покупайте советую с вами был я до новых встреч пока ребят